Гейба с власловием. Пророк, салаллаху алейху ассаляма, разъяснил о ней своим сподвижникам, спросив, а вы знаете, что такое гейба? Они сказали, Аллах его посланник знает лучше. Гейба это упоминание о твоем брате в его отсутствии того, что ему не понравилось бы. Его спросили, о посланник Аллах, а если я вижу, что в нем есть, и это говорю об этом, если ты говоришь о нем, даже если это есть в нем, то ты попал в гейбу. А если ты сказал о нем то, что в нем нет, то ты оклеветал его, попав в Бухтан. Злословие из больших грехов, которое не стирается молитвой, милостой, закатом или какими-либо другими праведными делами. Однако он остается на весах. Сказал один из саллихов Абдель-Кауи. И сказано, что малая гейба и малый бухтан, они оба из больших грехов. Это приведено в текстах имама Ахмада. То есть он поставил в текстах, что злословие клевета из больших грехов. И слова пророка, саллиллаху алейху ассаляму, в ее определении, а это упоминание о твоем братьеве, в ее отсутствии, того, что ему не нравится. Сюда относится какой-то его внешний недостаток, недостаток в нравах, недостаток в религии. Все, что ему может не понравиться из этого, и ты упомянул об этом, его отсутствие, это и есть гейба злословие. Как если ты о нем скажешь за его спиной, что у него один глаз, или что он хромой, или что он высокий, или он низкий и тому подобное. Это все гейба. Или, например, за его спиной говоришь, что он не скромный, имеется в виду, что он наблюдается за женщинами, что он смотрит на женщин и тому подобное. Или, например, какой-то недостаток в религии, как если говорить за их спиной, что он нововведенец, нечестивец, что он не молится вместе с джаматами и не выполняет то-то и то-то. Он говорит о его недостатках, его отсутствии, поэтому это названо гейбой, злословием в его отсутствии. А если злословить прямо ему в лицо, то это называется оскорблением, надругательством и не называется гейбой. И слова пророка, саллиллаху алейху ассаляму, если в нем это есть, то ты совершил злословие гейба, а если в нем этого нет, то ты совершил клевету бухтан. То есть оклеветал его злословие на него. То есть тут понятно, что происходят две вещи. Когда ты клевещешь, делаешь бухтан, в это же и входит злословие гейба. КОНЕЦ